И так, мы с вами в студии программы подробностей, Екатерина Алексеевна Филиппова рядом со мной, чему я очень-очень рад. Даже, знаете, хочется как в школе встать, стоя поприветствовать, но уж микрофоны обязывают нас с вами здесь сидеть. Итак, вас с наступающим праздником. Спасибо большое. Извините, учитель. В вашем лице всех учителей. И давайте так договоримся, что когда у нас передача будет подходить к концу, я вам скажу, Екатерина Алексеевна, поздравьте, пожалуйста, всех учителей. Большим удовольствием в конце нашей передачи. Да, 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 в финале, так сказать. И вот, знаете, что хотелось бы сразу у вас спросить, как у человека опытнейшего народного учителя. Да, да, мы с вами сегодня, давайте не будем приводить, может быть, каких-то, ну там, фактов и цифр, слава богу. Давайте обменяемся мнениями вот о том, что такое сейчас наше учительство рязанское. Ну, во-первых, вот с вашей точки зрения, мне всегда и очень часто доводилось слышать, что учителя у нас в Рязани очень-очень профессиональные люди. Ну, тот вот, не хочется говорить костяк какой-то, слово такое костистый, да, а вот этот основной состав, который работает, вот с вашей точки зрения. Сейчас такое слово модное, продвинутые учителя. Вот у нас сейчас действительно учительство очень активное, профессиональное, обязывает время, потому что меняются дети, меняется вообще наша жизнь. И чтобы не отставать от жизни, нужно, конечно, очень держать планку и успевать, и что-то почитать, и профессионально обогатиться. Ну, и самое главное, ну, наша жизнь материально улучшилась учительство. Это ощутимо, и слава богу, что так есть. Ну, и требования к учителю тоже возросли. Вы знаете, что везде сейчас модернизация у нас, это слово модернизация образования, федеральные образовательные стандарты. И учитель только вот во всем в этом, электронные журналы, электронные дневники. Для родителей, кстати, это очень хорошо. Нагрузка возросла на учителя, потому что, естественно, это отнимает много времени. Ну, да, конечно. Много времени, и я думаю, что, может быть, будет какая-то ставка появится, действительно, которая помогла бы учителю высвободить время для того, чтобы больше уделить внимания детям и развитию. И самосовершенствование еще. Я думаю, что вот все-таки в моем представлении вот все эти технологии современные, они должны помогать, но не уводить учителя от основы, от ученика, от его миссии. Потому что, конечно, миссия учителя – это и образовывать, и воспитывать, и быть рядом, и, как мы говорили раньше, чуть-чуть впереди. Потому что сейчас детей, знаете, с одной стороны, у нас дети тоже продвинутые, но с другой стороны, когда с ними общаешься, понимаешь, какие у них пробелы. Это тоже вот время такое, и не знают, ну, не знают, может быть, так хорошо искусство, культуры нашей великой. Мы сейчас все понимаем, как важно воспитывать патриота. Было упущено время, и что бы мы ни говорили, но самое главное – это научить любить Родину. А это можно делать совершенно вот так вот, не знаете, не лозунгами, а просто на простом примере. Пойти убрать территорию своей школы, съездить куда-то в достопримечательное место, в Константиново, побродить, поговорить. Вот это вот, понимаете, не хватает сейчас, мне кажется, вот такой духовной, душевной связи, потому что мы немножечко стали вот такими… Техногенными. Техногенными. Ну, вот это вот не надо терять, мне так кажется, что… Потому что все равно цель, как я сказала, это развитие ребенка, наметить вектор, сейчас этот наш вектор развития ребенка, его траекторию. Ну, вообще, это миссия учителя – увидеть в нем его задатки, способности развивать их и направлять вот на правильную стезю, помочь выбрать профессию, чтобы она действительно приносила радость. Вот я 36 лет в учительстве. Знаете, я ни на минуту не пожалела, что я учитель. Хотя много было всяких искушений, соблазнов, уйти куда-то, но я твердо стояла, говорила, нет, я учитель. И, наверное, меня учили быть учителем. Ну, и внутри призывание, конечно, это чувствуется. Вот, Екатерина Алексеевна, вы когда пришли к нам с холода и так далее, у вас немножко были испуганные глаза такие, ну, чуть-чуть, может быть, остывшие, такие, забевшие чуть-чуть с улицы. Сейчас загорелись. А ведь прошел буквально считанные минуты. Вы говорите действительно о том деле, который любите. Любите, это, ну, видно просто, видно. Спасибо. Я совсем вот, ну, вот на этой неделе шла по нашему красивому парку. Мы, школа нашего дворца молодежи. И сейчас с появлением храма Иоанна Кронштадтского все так благообразилось вокруг. Красиво, красиво. Я боролась за это, потому что, вы знаете, трудно было ходить, но я не одна. Мы видели, что происходит утром, после вечернего нахождения. И сейчас просто душа радуется. И асфальт есть, и приятный. Я шла, вот, знаете, наполненная просто вот радостью. Колокола звонили. Я говорила, вот как в каком вообще удивительном месте располагается наша школа. Я набрала листиков, к пятиклассникам вошла, они все так немножечко замерли. А у нас тема была «Осень и цвета осени». И мы стали говорить. Вот, знаете, совершенно простой момент. Это вот то, о чем я сейчас говорила. Вот эта душевность. И вдруг я загорелась. Они как-то по-другому. Вот найти это, вот какое-то яркое такое пятно, интригу. И все, и ребенок твой. И ты можешь уже дальше работать, объяснять какие-то трудные вещи, изучать материал. Вот всегда не хватает, может быть, вот нам творчества, немножко творчества. И ребенок откликнется. Потому что, проводя много времени за компьютером, понимаете, вот в своем, конечно, как я сказала, уходит что-то вот такое вот теплое. И принести это тепло в класс очень важно для учителя и для детей современных. От сердца к сердцу, чтобы шло. Вот такая-то ниточка притянулась. Притянулась, да, и связь. И так они какие-то прям, вот вы знаете, весь урок это такое было. И эти листики стояли. И так мы изучили единственное и множественное время. Потому что был один листочек, потом появился другой. Это сложный материал такой. Вы знаете, и все так пошло, пошло, пошло. Удивительно. И урок состоялся. Урок состоялся. Не всегда так бывает. Но и у учителя должно быть вдохновение. Понимаете? Я же вот описала эту ситуацию. Я шла, сердце радовалось. А чтобы радовалось сердце, и как можно чаще, нужно напитываться положительными эмоциями. Сходить на выставку. Сходить на концерт. Сейчас, благо, у нас действительно такие мастера выступают. Послушать музыку, я не знаю, почитать книгу. Это очень важно для учителей. Открыть душу к искусству, к чему-то, да? Да, мы сейчас говорим, что важна не просто, но это профессиональный уже термин, метапредметность. То есть надпредметность. Когда ты вдруг помогаешь детям увидеть, что физику мы не очень, не ради физики. Что история, она оказывается, история-то и у всех стран своя история. И что ты делаешь свою историю. И вот чуть-чуть вывести из этого состояния. И увидеть, что все связано. Иногда начинаю урок, знаете, со стихотворения. Прихожу и читаю. И вообще дети уже знают. Раз говорим об осени. Как-то задала вопрос. Ну, какие наши великие поэты писали об осени? Конечно, все назвали Пушкина. Есенин говорит, ну, почитайте мне. Удивление. На русском? Я говорю, конечно, на русском. Потому что Пушкин-то был француз. Сначала писал на французском, потом стал писать на русском. Я говорю, выучим его стихотворение на французском языке. Первое. Мон Пухтай. Мой портрет. У него есть замечательное стихотворение. Ну, вот, наверное, вот творчество, творчество. А чтобы было у учителя творчества, ему нужно все время подпитываться. Ну, отлично. Вот мы с вами, не начав еще говорить, уже, к сожалению, исчерпали эфирное время наше. Вы уж не сердитесь, что просто телевидение отрезками. Там 10 минут, там 15 минут, там 7 минут. Что делать? Хронометраж. Но я специально, как я уже, как я обещал ранее, вам оставил время для поздравлений. Вот, поздравьте, пожалуйста, скажите что-нибудь нашим, вашим коллегам, нашим учителям. Потому что все мы... Моим дорогим коллегам я желаю, конечно, очень, ну, счастья, человеческого счастья. Это очень важно. Здоровье. Потому что у нас вчера очень много, вчера было поздравление, областное поздравлял губернатор. Это было в рыбном, в физкультурно-оздоровительном комплексе «Звезда». Мы все поняли, как важно здоровье. Очень лозунг был интересный, написан «Здоров ученик», «Здоров учитель», «Здоров ученик». Поэтому, прежде всего, здоровье. А самое главное – творчество, счастье в семье, любви, уважение наших учеников. Пусть нас не забывают, а я знаю, что нас не забывают, приходят смс-ки, поздравления, телефонные звонки, заходят дети в школу. Это самая большая награда для учителей. Пусть у вас будет побольше таких личных наград. С праздником. Спасибо большое. Вам всего вот этого того же Екатерина Алексеевна, потому что лучше вас я уже не скажу. С праздником вам счастья. И хороших-хороших-хороших дальше уроков, множества общения, душевного, чтобы всегда у вас глаза вот так вот горели. Большое спасибо. Ну, а зрителям, я напомню, вы смотрели информационную программу о телекомпании «Город. Подробности». Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин